МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Управлении Росреестра расскажут о банкротстве физических лиц и изменениях в Демильном кодексе. Началась весенняя призывная кампания. В поле искусств номер 2 открылась выставка работ инвалидов. Губернатор при Ангаре подписал ряд указов и распоряжений о назначениях на должности в правительстве и структурных подразделениях органов власти региона, сообщает пресс-служба главы области. Сергей Левченко поручил заместителям министров сельского хозяйства, физкультуры, спорта и молодежной политики, образования, здравоохранения, осуществлять полномочия на срок до назначения новых глав этих министерств. Кадровые назначения в правительстве Иркутской области продолжатся. В первых числах октября новый губернатор встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где рассказал главе государства о приоритетах региональной экономики. Таким направлением он назвал лесную и газовую отрасли, а также реконструкцию аэропорта. Президент считает, что новому губернатору будет непросто. Но он может рассчитывать на федеральный центр, сообщает Иркутск Медиа со ссылкой на официальный сайт президента России. Вчерашняя планерка в администрации города прошла в отличном от прежних формате. К местной власти присоединились представители пенсионного фонда и здравоохранения. Теперь в решении городских проблем будет задействовано больше людей, благодаря чему работа станет слаженной и оперативной. О том, какие темы стояли на повестке дня, расскажет наш корреспондент. Началось заседание с рассмотрения вопросов из протокола прошлой недели. На протяжении нескольких лет одной из самых обсуждаемых тем является отлов и содержание безнадзорных животных. На предыдущей встрече было принято решение изыскать средства для того, чтобы приют мог выполнять данные функции. Сергей Клеменок, первый заместитель главы города, рассказал о проделанной за прошедшую неделю работе. У нас на сегодня заключены два контракта под деньги ужина областного бюджета. Мы, значит, по одному контракту запускаем увеличение на 10%, это на 12 голов мы можем увеличить. И можем также заключить до 100 тысяч прямой договор, значит, если имеется финансирование. Для этого необходимо обоснование, чтобы наши действия были обоснованы. Департамент жилищной политики такое обоснование должен подготовить. В принципе, у нас исходные достаточные жалобы и обращения, и так далее. И мы тогда при наличии финансирования можем вот в таком объеме дополнительных животных. Финуправление и Департамент жилищной политики и городского хозяйства пообещали в ближайшие сроки подготовить необходимую документацию, чтобы как можно быстрее приступить к работе. Затем перешли к обсуждению второго вопроса – возобновления работы бассейна «Дельфин», так как горожан волнует его долгий простой. Арендатор, согласно договору, должен с 1 ноября запустить малую чашу в работу. То есть, с 1 ноября бассейн должен начать функционировать. А с 1 ноября уже бассейн «Дельфин» будет работать в полном объеме. Следующий немаловажный вопрос – контроль городской думой, возведение домов в левобережье и замена дорожного полотна на проспекте Мира. Виталий Перетолчин, председатель думы, заверил, что рабочая группа будет осуществлять надзор за всеми этапами строительства. По словам Вакеля Тулубаева, горожане сомневаются, что дома будут сданы в обозначенные сроки. Сейчас началась информационная атака со стороны подрядчика о том, что муниципалитет срывает сроки строительства. То есть, информация прошла, что я заблокировал какие-то платежи. Хотя я пока не блокировал никакие платежи за выполненные работы по этим домам. Но, тем не менее, причина названа несвоевременная оплата со стороны муниципалитета за выполненные работы. И этим самым мы срываем сдачу домов. Вакиль Касимович поручил своему заместителю разобраться в этом вопросе. Довести информацию до жителей города об истинном положении на строительство домов. Сергей Михайлович, видимо, информацию даст, кто срывает сроки строительства, на сколько дней. Я от прокурора предостережение получил о необходимости своевременной сдачи. Они за нас поработали хорошо. И по каждому дому назвали сроки срыва уже по одному дому уже 159 дней, по второму 40 дней. И поэтому информация нужна, кто все-таки срывает, по каким причинам. Сергей Клименок, в свою очередь, напомнил присутствующим о заключенном с застройщиками контракте. Контракт заключен был в начале года. Значит, тот график, который был, действует контракт до 15 октября, то есть он вот-вот заканчивается на сегодня. Сложно сказать, почему в процессе работы этот график отслеживался, не отслеживался, непонятно. Каких-то штрафных санкций по контракту за отставание от графика и нарушения как таковых нет. Есть только, возникает возможность расторжения этого контракта. Подрядчик на сегодня ссылается, что где-то в районе апреля месяца, ввиду разных причин, он, значит, сомневаясь, будет ли произведена оплата и так далее, прекратил работу. То есть прямо заявляется, что работа прекращена. Переписки, как таковой, диалога у нас на сегодня нет. Почему это было сделано? И работа была возобновлена только в конце августа. То есть вот этот период, работы не велись. То есть на сегодня мы имеем вот это отставание, которое по 150 дней, по где-то больше, где-то меньше. И окончание контракта 15 октября. На сегодня подрядчик демонстрирует готовность сделать максимальный объем работы до конца года. Я понимаю, что у нас в бюджете до конца года деньги заложены. Но возникает, во-первых, нет, опять же, уточненного плана работ. Этот вопрос был поставлен в течение недели. Нам такой план работ уже актуализирован, должен быть, представлен будет или нет, не знаю. Значит, по пятницам в два часа проводится, чтобы, значит, на территории строительства, там, в Прорабской. Вот, подрядчик, значит, от себя обещал, что по завершению строительства дорог, ну, поскольку это сезонная работа, вынуждены будут они тоже прекратить это. Мы коснемся позже, перебросят туда людей, поскольку одна из причин, по которой у нас руки срываются, это нехватка персонала. То есть, люди не идут, ну, то есть, как бы приводится еще там различные доводы. Но вот ситуация такая, конечно, такая пауза в строительстве, она вот, мы ее имеем. Весь объем, тут не надо лукавить, сдан не будет. 15 октября, это буквально завтра, поэтому здесь надо понимать, что вот мы будем иметь какой-то результат, но он будет очень плачевный. Какие меры примут работники администрации и каким будет результат, узнаем после 15 октября, когда пройдет приемка домов. Далее рассмотрели вопрос подготовки дорог к зимнему периоду. Готовность к зимнему содержанию дорог, ну, если так сказать, вызывает здоровые опасения и касается этого правого берега. Если по левому берегу есть действующий контракт и на сегодня готовность, как бы позволяет говорить о том, что работы будут выполняться, то вот события накануне выходных показали, что по правому берегу, ну, правый берег остается на сегодня неприкрытый. Значит, во-первых, непонятно, почему по результатам работы в 15-м году, если возникли нарекания по работе подрядчика еще в апреле, вступили с ними в какие-то там, значит, отношения спорные, то и было уже понятно до августа, что дальше отношения не продолжатся, не проведена работа по организации контракта на следующий год. То есть на сегодня где-то там, как получается, в августе вспомнили, что никто не работает, мы организовали контракт, который состоится 8 октября, а гололед у нас может состояться и в сентябре, и так далее. И на сегодня вот каких-то вот средств, чтобы среагировать на ситуацию, в частности по гололеду, нет. 9 октября на конкурсной основе будет выбираться новый подрядчик по зимнему содержанию городских улиц. Проблемы с освещением также на контроле у муниципалитета. Объем работ определен, назначаются лица, которые будут курировать эти работы. Мэр города предложил заключить соглашение о сотрудничестве между учреждениями здравоохранения, пенсионного фонда и социального развития. Это, по его мнению, объединит усилия подразделений и позволит более эффективно реализовывать муниципальные социальные программы. Взаимодействие структур будет способствовать более оперативному и качественному решению как общегородских проблем, так и личных вопросов горожан. С отчетом в разделе здравоохранения выступил Олег Кухарский, главный врач ЦГБ. В больнице города работает в штатном режиме, проблемы текущие решаются. В рабочем порядке. Еще раз информацию по компьютерному томографу дам. Контракт 27 ноября заканчивается. То есть это должно быть установлено оборудование, запущено и проучены специалисты. В настоящий момент это оборудование находится в Санкт-Петербурге. Транспортировка, транспорт. Представители компании, которая выиграла аукцион, уже были на месте здесь. Согласовали помещение. Сейчас заканчивается, завершается ремонтная работа по подготовке помещения. Сроки мы укладываем, все нормально. Проводится подготовка помещения. Они перевезли все? Перевезли, да. Выполняла работы по демонтажу и по перевозке. Опять же по аукциону представители этажей выиграли. Все это дело смонтировано. Перевезено. Пока готовится помещение. Любовь Пронина, начальник управления образования, рассказала о мероприятиях, прошедших в честь Дня Учителя. Доложила о командировке и сообщила главную новость. Завтра наша команда наших спортсменов возвращается с президентских состязаний, с всероссийских состязаний. Мы везем второе место, наши ребята. Вот в прошлом году они привезли третье место. В этом и было второе место. Участвовала вся Россия. Первое место Тула заняла. Москва заняла четвертое место. То есть у нас очень высокий результат. В честь Иркутской области и города мы защитили. Это не все победы у стилимцев. Еще об одной рассказала Олеся Полунина, заместитель начальника управления культуры. Заведующая нашей библиотеки Светлана Ивановна стала финалистом всероссийского конкурса «Библиотекарь года». И Российская библиотечная ассоциация пригласила нашу централизованную библиотечную систему вступить в ассоциацию, что для нас очень почетно. И, конечно, подтверждает профессионализм работы библиотекарей. Еще одной хорошей новостью стало открытие в Устилимске дома-интерната смешанного типа. Хочу всем официально заявить, что бывшее здание пединститута в самое ближайшее время уже будет переоформлено. Практически документы из Москвы получили. И мы будем открывать одно из социальных учреждений на базе этого прекрасного центра. Очень надеюсь, что там, конечно, и природа сама будет лететь, помогать людям. Это будет дом-интернат смешанного типа. Я убеждена, что открытие этого центра как раз и позволит сохранить это здание, прекрасное здание, которое, конечно, может превратиться в аэропорт, не дай бог, если бы не был решен этот вопрос. Ну и считаю, что для города большие преимущества. Да, из части старых заброшенных деревянных зданий люди будут перевезены к нам, потому что это более благоприятные условия. Ну, наш дом-интернат остается, он тоже будет функционировать. И, значит, это новое учреждение будет создаваться. Как видим, работа в администрации идет полным ходом. Решаются важные проблемы, создаются новые учреждения. О том, какие перемены ждут наш город в дальнейшем, расскажем в следующих выпусках. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Многодетным матерям могут разрешить выходить на пенсию досрочно в 53 года, сообщает Дни.ру. Речь идет о женщинах, воспитавших троих и более детей, и живущих в регионах с естественным приростом населения. О тем матерям, которые проживают в местах, где население идет на убыль, можно будет уходить на заслуженный отдых и в 47 лет. С такой инициативой выступил депутат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Он считает, что воспитание детей – это тоже тяжелая работа. Управление Росреестра информирует о том, что с нового года зоны с особыми условиями использования территории будут исключены из перечня объектов землеустройства. Подробнее об этом расскажет специалист управления Елена Леонова. Согласно этим изменениям, с 1 января 2016 года зоны с особыми условиями использования территории, такие как водоохранные зоны, санитарно-защитные, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и другие, будут исключены из перечня объектов землеустройства. Соответственно, основания для проведения землеустройных работ в отношении этих зон будут отсутствовать. Как следствие, Управление Росреестра по Иркутской области и филиала Федеральной кадастровой оплаты по Иркутской области будут отсутствовать также основания для включения сведений о границах таких зон как в Государственный кадастр недвижимости, так и в Государственный фонд данных, полученных в результате землеустройства. Поэтому, если в настоящее время ведутся какие-либо землеустроительные работы по описанию или установлению границ зон с особыми условиями использования территории, Управление Росреестра рекомендует завершить эти работы до января 2016 года. Также с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Он дает возможность должнику, находящемуся в сложном положении, с помощью имеющихся или будущих доходов распланировать выплаты кредиторам и реабилитировать свою платежеспособность. Благодаря этому закону должник может распланировать выплаты своих долгов на несколько лет. Имея долги по кредитам более 500 тысяч рублей и не оплату этих долгов в течение трех месяцев, он может обратиться в суд по месту жительства и объявить себя банкротом. Для этого нужно предоставить список кредиторов, список имущества, имеющийся у этого гражданина, также список выплаченных долгов в течение трех лет и налогов в том числе. Объявляя себя банкротом, гражданин должен знать, что он автоматически лишается права самостоятельно совершать какие-либо сделки, открывать или закрывать счета в банках, выезжать за границу. Кроме того, в течение трех лет не сможет занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юрлицом. Устелимцы могут получить дополнительную бесплатную возможность пройти экспресс-диагностику, получить консультации специалистов и узнать больше о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни. На базе городской поликлиники номер 2 с 5 по 9 октября организованы расширенные школы здоровья с проведением диагностического обследования. Также в ДК «Дружба» специалисты поликлиники проведут встречи с населением и общественными организациями. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте администрации города. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год. С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента Российской Федерации. Сегодня в Устилимском военкомате призывная комиссия вела прием молодых людей. Подробности узнаете из сюжета. Дата начала осеннего призыва в России осталась неизменной, то есть с 1 октября, как и в прошлом году. Именно с этого дня и до конца призыва военные комиссариаты проводят медицинские комиссии, определяют годность молодых людей к службе, отправляют ребят в воинские части. Сегодня состоялось заседание призывной комиссии с участием специалистов администрации, представителей правоохранительных органов, отдела образования и медицинских работников. Председатель комиссии Александр Елисеев отметил в своем выступлении, что в весенний призыв работники военного комиссариата отработали качественно. Он надеется, что и осенняя кампания пройдет также удачно. Срок службы молодых людей, призванных осенью 2015 года, остается неизменным – один год, несмотря на множество слухов на эту тему. Александр Владимирович сообщил, сколько устилимцев уже оповещено о призыве. «Оповестили хотя бы уже 60-70%, то это уже 250-300 человек, но уже даже больше, но уже оповестили. То есть на данный момент из них уже в состоянии 100 человек. Ну, скажем так, родители ведут, ведут, ведут своих чат для того, чтобы, так сказать, отправить в вооруженную силу. То есть, с одной стороны, вроде как-то это самое, и задание, с другой стороны, отмечается то, что многие положительно настроены на мотивацию многих на службу. Это довольно-таки радует». 31 декабря все граждане Российской Федерации встречают Новый год, а призывники ждут его с особым нетерпением. Для молодых людей он является праздником еще потому, что осенний призыв 2015 года заканчивается именно в этот день. Соответственно, если до 31 декабря юношу не забрали в армию, несколько месяцев можно не тревожиться, до начала очередного весеннего призыва. Не нужно избегать армии. Каждый мужчина должен уметь постоять за своих детей, любимую, родителей, родину. А где этому научиться, как не на службе. В армии человек проходит школу жизни, учится дисциплине, приобретает множество жизненно необходимых моральных и физических навыков. Поэтому необходимо решить – косить или отдать долг родине. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Минобороны ужесточит наказание за неявку на военные сборы. Поправки в административный кодекс опубликованы на правительственном портале раскрытия информации. По мнению авторов проекта, военнослужащим запаса должны грозить штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Для контрактников юристы ведомства предлагают установить штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Сейчас наказание за неисполнение обязанностей по воинскому учету составляет от 100 до 500 рублей. Вчера в художественном отделении школы искусств номер 2 прошло открытие традиционной региональной выставки творческих работ инвалидов «И невозможное возможно». На мероприятии побывала наша съемочная группа. На протяжении 10 лет в Устилимске проходит региональная конкурсная выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно организатором мероприятия выступает Министерство социальной защиты, опеки и попечительства. За эти годы в нем приняло участие более 400 человек. На выставке «И невозможное возможно» работы наших земляков представлены в разных направлениях и стилях. Тамара Горобец рассказала подробнее о новшествах выставки и ее участниках. В этом году есть инновация выставки. Добавлена номинация «Фотография». А там все остальные номинации, то есть декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, вы видите, представлены здесь на выставке. Хочу сказать, что на самом деле каждый год дает нам возможность открыть новые имена. Люди самых разных возрастов принимают участие в выставке, и каждый из них находит что-то особенное для того, чтобы выставить. Понятно, что творят они гораздо больше, но самые лучшие работы, конечно, выставляют здесь. Каждый мастер вложил в свое творение немало сил, старания и терпения. Работы выполнены очень качественно и аккуратно. И это доказывает, что невозможное возможно. Большая часть участников выставки принимает в ней участие практически каждый год на протяжении 10 лет. Все 10 лет принимают участие в выставке Эдуард Панасенко. Казалось бы, мужчина статусный такой, вот он статный. И вот те тонкие, интересные работы. И самое главное, каждый год у Эдуарда самые разные работы. Он находит возможность что-то новое, интересное, начиная с вязания и заканчивая, конечно, декоративно-прикладным искусством. Петрова Наташенька, она тоже принимает участие все 10 лет. Но Наташа верна себе, она занимается вышивкой. И вот год от года мы понимаем, как растет мастерство у Натальи. И ее работы, конечно, уже тоже неоднократно бывали на выставке в Иркутске. Я уже говорила про Витю Несветаева. Он действительно пришел мальчишечкой, которого мы приняли вне номинации. Ему на тот момент не исполнилось 18 лет. Сегодня ему 28 лет. И вот эти чудесные работы, вышивки, вот часы у Вити. Он тоже очень любит что-то новое придумать. В 2015 году наша страна отметила великую дату – 70-летний юбилей Победы. На выставке можно увидеть экспонаты, в которых отражены темы Великой Отечественной войны. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эта выставка не просто презентация работ, но и настоящее конкурсное испытание для мастеров. Их творение оценит компетентная жюри, в составе которого представители городских учреждений культуры. Конкурсная комиссия будет отбирать те работы, которые уедут на областную выставку, которая проводится в начале декабря в СИП-экспоцентре. Самое лучшее помещение выделяется для проведения этой выставки, конечно, в Иркутске. И огромное количество работ раскупается на этой выставке. Кроме того, поступают заказы для тех людей, с чьим творчеством познакомились на выставке. В пятницу 9 октября станут известны именно тех, чьи работы украсят региональную выставку. А пока устилимцы могут познакомиться с творчеством мастеров в школе искусств номер 2 на улице Героев Труда, 51, с 10 до 18 часов. Вход свободный. Кроме того, у посетителей будет возможность приобрести эксклюзивную вещь для интерьера или необычный подарок близким. Алена Калько, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Финальный этап Кубка России по хоккею с мячом впервые состоится в Иркутске. Решение об этом было принято исполкомом Федерации Бенди России, сообщает Иркутск Медиа. Областному центру в споре за право проведения финального этапа противостояли Хабаровск и Архангельск. Финальный этап розыгрыша Кубка России 2015 года пройдет с 29 по 31 октября. В полуфинальных матчах на льду стадиона «Рекорд» встретятся команды «Динамо Москва» и СКА «Нефтяник», «Байкал Энергия» и «Водник». Напомним, хоккеисты «Байкал Энергии» пробились в полуфинал Кубка России, обыграв команду «Динамо Москва» со счетом 8-4. Это были все новости к данному часу. Смотрите «Северный город» в пятницу в это же время. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok